Всем добрый день, кто смотрит мой канал. Сегодня у нас 29 августа и мы почему-то думали, что будет прохладная погода, как написано, а по факту она теплая, хотя 24 обещали, наверное ветер южный. В общем, значит сегодня последний теплый день, такой он теплый, свежий, с ветерочком и мы решили покосить, так как у нас похолодание завтрашнего дня и начинаются дожди. Значит тот участок, где я вчера в последнем обзоре показывала, что мы рассыпали семена газона, вот здесь вот вся вот эта зона этого участка мы не косим, мы не трогаем семена, чтобы не повредить. В общем, там особо нечего косить, там недавно мы косили и обрабатывали лентуром, у нас там трава еще вот эта, сорняки сохнут, в общем пусть этот процесс еще продолжается. А косить мы будем вот здесь, вот в зоне наших посадок, здесь трава подросла, там мы лентуром, вот именно здесь мы лентуром не обрабатывали, поэтому тут ничего не высохло и оно растет. И также вот за пределами забора, где у нас компостный ящик, вот здесь просто у нас растут вот обычная трава, ее нужно покосить, поэтому это быстрый процесс будет, то есть муж пройдет вот внутри вот этой зоны и за пределом того участка там тоже будет зона посадок, просто мы отгородили. Ну а так у нас тепленько, хорошо, еще раз вот поближе покажу, где мы рассыпали семена и где мы обрабатывали лентуром, как тут вот погибает трава, прям вот видно ее, муж у меня там косу свою заводит, видно она вот погибает, а здесь трава высокая, вот эту нужно сделать поменьше. Значит салат хотим сегодня накрыть, привезли дуги, у меня есть новые дуги от парника, упала в прошлом году, но еще никуда не устанавливала. Салат мы боимся, что замерзнет, его сразу в таком количестве не съесть, а он прям растет и развивается, прям как капуста, такой огромный-огромный листья, мы едим его, ну тут его очень много. Вот этот укроп я, наверное, не буду уже трогать, либо мы его есть будем и пусть он дальше растет, вот в эти зонтики на семена, вот этот кусок. Петрушку я вообще не пробовала, надо вот ее, кстати, вот сорвать, хоть попробовать, что за петрушка. Мы это накроем сегодня с понбондом. Здесь я показывала, что я срезала укроп, вот, значит вот внутри я вообще под корень вот так вот все срезала. Просто испугалась, что, ну, погибнет, я вижу, что он внизу начал желтеть, а желтеть, наверное, от того, что его много, здесь он густой и, ну, наверное, солнышко туда не попадало. Ну, это там совсем прям вот нижний там, вот такого размера, то есть он весь хороший был. Вот, вот что-то тут он такие маленькие. Полить надо, вот вижу, улитка сидит. Выгнать нужно. Полить сегодня, наверное, я полью, а может быть и не буду поливать, потому что все ближайшие дни дожди до 4 сентября. Вот сегодня 29-е. Ну, а этот, не знаю, либо мы есть будем, либо если вырастет позже, я его суровую. Муж у меня все идет с косой, начинает с этой зоны косить. Здесь вот такая трава уже подросшая, ну, чтобы была красива, нужно ее укоротить. И тут тоже водичка такая тепленькая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, покосили. Вот так у нас хорошо получилось. Там не косили, косили здесь. И вокруг домика покосили. То, что немножко подросло здесь. Сейчас немножко подожду. Солнышко, ветер, и трава быстро скошенная подсохнет. Траву мы сегодня уберем. Все, вот это место, участок этот пройдем. Сложим все в компост. Сегодня мы планируем еще там вот уплотнить компост, поворошить его, уплотнить еще раз ускорителем композтирования вот этого пролить. В общем, вот этим средством из светофора пролить. Написали, что оно хорошее, действует, поэтому пока не будем менять. А потом, так как у нас в следующем году на этих зонах будут посадки, значит, вот здесь внутри, где заборчик, и за маленьким заборчиком до большого забора, там тоже большой участок, это все под посадки. Сегодня мы посеем здесь горчицу, чтобы она у нас успела вырасти. Сегодня 28 августа. А потом мы, она когда подрастет, мы в сентябре, там, когда в октябре, мы ее, у нас есть культиватор, мы прокультивируем, то есть, вот, чтобы почва обогатилась вот этой горчицей, как и все советуют. Вот, а потом мы, когда уберем вот этот салат, съедим, закончится укроп и картофель мы уберем, вот это место тоже, если успеем, засеем горчицы, потом прокультивируем. В общем, такие у нас планы. Ну, а сегодня, как я и сказала, мы привезли дуги. Дуги у нас новые, их тут 7 штук. Это парник должен был быть, но мы его не ставили. Новый я покупала в магазине порядок у нас в Санкт-Петербурге, в жилом районе Славянка. Кто знает, шикарный магазин порядок, все никак мне туда не доехать. Там товары для дома, знаете, по типу домовой магазин, только, ну, чуть поменьше. Там посуда, товары для дома, для сада. Вот, и, значит, я обратила внимание, что дуги у меня тоненькие. И мы покупали укрывной материал, спонбонд, для того, чтобы, вот, под песок на дорожке. У нас есть и к нему тоже укрывной, но я его не хочу в этом сезоне, я не хочу резать, потому что мы хотим эти дуги разделить. Значит, что я хочу закрыть этими дугами? Хочу закрыть цветы гладиолусы, потому что, еще раз повторюсь, что сегодня у нас написано 24 градуса, вот сейчас 24, чувствуется, что ветерок уже такой прям свеженький. Он не горячий, он свеженький. Если где-то в тенечке на сквознячке, чуть-чуть даже может быть прохладно. И дуги мы поставим на салат и на укроп. Вот полностью, вот, от начала салата до конца укропа. Все-таки хочу я еще сохранить, нам это все сразу не съесть. А с завтрашнего дня у нас похолодание. Вот сегодня 24, ночью опускается температура до 14, и завтра она уже не поднимется. Завтра она уже будет 14, 31 будет 11, дети пойдут в школу. 1 сентября у нас написано плюс 8, плюс 10, я вообще в шоке. Вот, поэтому шок также не только у меня, но и будет еще у наших саженцев. И вот хотим укрыть, поставить дуги и укрыть. От этого парника спонгон, повторюсь, мы резать не будем, так как он длинный, пригодится нам в следующем году. Мы отрежем от рулона, который я показывала. Мы покупали для того, чтобы под песок на дорожке. Вот там мы чуть-чуть парковку уменьшили, у нас там рулон большой и есть немного излишка. И, кстати, обратила внимание, что вот эти дуги тонкие я покупала в магазине FixPrice. Два набора с зажимами для парника. У меня сегодня их с собой нет, я их забыла взять. Я хотела, но забыла. И мне кажется, они сюда подойдут, потому что бывают дуги толстые, но, опять-таки, примерять нужно. Ну, а сегодня мы накроем и чем-нибудь закрепим, привяжем. Я не знаю, что-нибудь я придумаю до того момента, как в следующий раз я привезу эти зажимы. Показываю. Значит, вот дуги для гладиолусов. Мы не знаем, вырастут, они не вырастут, так как я поздно посадила. А пока только они вот такие где-то чуть выше колена. Они же должны быть длинные. Но маленькие, конечно же, уже не вырастут. Они, самое интересное, что и не портятся. Вот. Маленькие они и не портятся, но и не растут уже почему-то такие кружки. А вот эти большие. В общем, ну, пока день, сейчас еще обеда даже нет. Пусть так стоит все с дугами, а потом уже к вечеру принесем спонбонд и накроем. Ну, и вот здесь всего их семь было. Некоторые так плохо вставляются, земля такая жесткая. Как-то нужно попробовать получше, чтобы они не улетели вдруг. Значит, поставили по краям, по центру, и вот еще две. Получилось пять. Значит, что мы решили в следующем году? Не будем мы покупать парник. Мы хотели купить парник. Такой, хороший, с дверью. Ну, как все ставят парники. С поликарбонатом. В общем, дорогое это удовольствие. У нас на сегодняшний день килограмм огурцов 25-35 рублей стоит. В общем, парник стоит 70-80 тысяч. Если чуть длиннее, там и 90-100. В общем, это того не стоит. Значит, проще докупить вот таких еще дуг. В общем, у нас вот так будет, по-простому. Есть куда потратить деньги. 80 тысяч на парник. Ну, мы не готовы. Можно, но это только получается такая для красоты. Вот, поэтому у меня есть еще такие дуги. Вот это у меня один комплект. И второй комплект. Один у меня был с пленкой, а второй с укровным материалом. Ну, проще купить укровной материал. Я и в светофоре покупала, у меня есть. И дуги докупить. Это значительно дешевле. И по 500 рублей можно купить. И по 1000. Вот. Но это явно не 80 тысяч. Поэтому мы сейчас уже прошли, посмотрели, где у нас в следующем году парники будут стоять. Потом буду все в следующем году показывать. Ну, а пока так. А мне понравилось. Вот мы укроем. Симпатично как-то так по-домашнему сразу, как у бабушки. По-домашнему, как у бабушки. И вот эти доски, кто делает, может быть, это неплохо. Вот грядки из досок. Высокие грядки, так они вообще какие-то высокие. Чувствую не по поясу. Но такой вообще мне не нравится. Из досок мне тоже не особо нравятся. Они для меня выглядят как гробы. Мне нравится просто. Вот я сделала такую грядку. У меня все растет, пропололо. Все нормально. И вот эти доски, делать из грядки, из досок, это тоже не дешевое удовольствие. Сами доски очень дорогие. Потому что они там, например, по 3 метра брать, по 6, они дорогие. Делать из, например, такие доски, вот как вот горбыль, да, с корой. Мы тоже посмотрели. Это тоже дорого. Вот чтобы сделать грядки, это тоже не менее 7-8 тысяч. Вот то, что у нас по ценам привозят. Поэтому пока нет. Нет, если что-то там, если бы бесплатно где-то какие-то доски, я бы, может быть, и сделала. Ну, а так вот просто сформируем грядки. Будем пропалывать, накроем. Ну, все по-простому. Потому что, правда, есть куда деньги девать. Ипотеку нужно и прочее. В общем, это все, как говорится, баловство. Оно и так все прекрасно растет. У кого может быть лишние деньги, эти вот это делают. Получается, что дешевле уже будет купить эти кабачки, помидоры, перцы, перец, пожалуйста. У тебя 40-50 рублей у нас сейчас стоит. А если доски купить на 8 тысяч и парник на 80, но где тут выгода? Никогда это не оправдается. Если посчитать стоимость участка, стоимость завоза земли, всех вот этих парников, досок, в общем, спанбонда, удобрений, семян. Что мы решили с этим компостным ящиком? Значит, мы решили убрать два вот этих фасадных поддона. Переворошить всю траву. Если она не будет вываливаться, то так и оставить. А если она будет вываливаться, то просто тут пару досок прикрепить. Потому что как-то это доставать нужно. Ну и плюс к тому, что нам эти поддоны нужны на дорожку. А здесь ворошить неудобно. Муж хотел какое-то окно прорезать, чтобы там снизу доставать. А я говорю, портить поддоны вот эти. Проще их вообще снять и что-то другое тут приколотить, если оно будет вываливаться. И количество травы покажу. Сейчас еще я пособираю, мы досыпем. Один вот сняли. Видно, что там внизу уже перегнивает. Брали два поддона. И теперь вот можно наглядно посмотреть состояние компоста. Что тут вообще происходит. Ну вот внизу видно уже. Такой слой перегнивает. Здесь трава сухая. Здесь еще свежая. Нужно все переворошить это вилами. И сегодня будем еще раз проливать. Ну а я тем временем, пока тут муж у меня этим занимается, формирую кучки, где покошено. Вот они. Кучки формирую. Прибираемся. Ветерок такой сегодня. Чувствуется, погода применяется. Небо такое уже прям не совсем такое прям голубое. с дымкой. Решили все-таки фасад доской заделать. Одной или двумя. Вот у нас такая доска есть. У нас очень много таких досок. Всяких разных. Ну в основном остатки. После строительства дома. Попробуем немножко переворошить. Вообще сложно. Здесь уже все такое тяжелое. Видно, что внизу оно перепревает уже. Очень тяжело. Хочу показать, как у нас получилось. Вот мы покосили. Трава немножко подсохла. Потом я граблями все это сложила в кучки. Кучки мы все отнесли в компост. В яму компостную, ящик наш. И здесь так стало красиво. Вот зона наших посадок. Сейчас я вам показываю террасы. На террасе стою. И я еще сейчас с другого ракурса покажу. Я вот там стояла, где компост. Мне так понравилось. С той стороны такой вид красивый. Еще раз хочу показать наш компост. Вот мы убрали поддоны с лицевой стороны и закрепили вот такими досками. За счет этих досок здесь еще будет держаться. Но оно никуда не падает. Все нормально. Удобно теперь ворошить не так высоко. Удобно проливать. И потом, когда все это будет готово, будет удобно все доставать. Кстати, хочу показать, как я тут прополола. Все это я вручную делаю. Все моими ручками сделано. Здесь вдоль забора. Но я сейчас пройду, покажу. Значит, вот наша зона посадок. Начинается от белого заборчика дальнего. Здесь у нас кусты с малиной. Мы специально от забора отступ сделали, потому что они разрастаются. И вот эта зона, все, что я показываю, внутри этих заборчиков, это большой участок под посадки в следующем году. И вот этот участок, он тоже очень большой. Смотрите, он примерно меньше, чем тот. Но тоже, смотрите, какой он огромный. Видно, вот где яблони, там уже у нас газон. Там уже посадок не будет. Вот где заворачивается наш заборчик, там не будет посадок. Вот я в самом уголочке стою. И отсюда как раз-таки все это видно хорошо. Как мы покосили, как собрали текучки. И вот еще раз хочу показать. Здесь у нас забор с соседями. Но соседи с той стороны их нет. То есть они существуют, но они не занимаются участком. У них там и борщевик был. Потом они вроде как скосили. Выставили участок на продажу. Никто у них не покупает за сумасшедшие деньги. Они выставили. Хотят столько, сколько не стоит. И в итоге они там посадили картофель. И у них там картофель. За картофелем тоже не ухаживают. Так вырастет, не вырастет. Вроде как трактором сажали. Я вот прошла по всему здесь, вот этому периметру. Прям рукой там из-под забора вынимала траву. Потому что они не косят, а их борщевик, их трава, все это лезет к нам. Сейчас я еще пройду вот здесь. Вот видно, что трава с их стороны, она прям с их неухоженного участка лезет к нам на ухоженный. Вот. И хочу показать еще вот с этого ракурса. Вот со всех сторон вам покажу. А показываю, потому что, запоминайте, мы тоже для себя это снимаем. Будем сейчас сажать горчицу. Мы купили горчицу в пакетиках. Сидират горчица. И будем сейчас раскидывать. Вот этот пакетик, он примерно по расходу на одну сотку. Мы покупали у нас в Санкт-Петербурге в магазине. Окей. Давненько купили. Хотели там другую зону посадить. Но вот ситуация поменялась. В общем, как раз таки мы все покосили. А можно рассыпать и грабельками там пройти сверху. Кто не видел, как выглядит горчица. Вот. Мы никогда не сажали горчицу. Раскидаем сейчас, вот как я и сказала. И вот этих как раз таких двух пакетиков хватит на те зоны, которые я показала. Горчицу всю я раскидала на те зоны, которые я сказала. Вот на все, что я показываю, там прошла, раскидала. Но будем ждать всхожесть. Я сейчас еще грабли возьму, немножко тут порыхлю. И у нас портится погода. Я уже сбегала за кофтой. Я так понимаю, все, сегодня был последний теплый день. Грустно и печально. Вот показываю, какое у нас тут небо стало. Было небо голубое. Вот усилился ветер. Нагнал вот эти тучки. И вот обещанный дождь уже завтра в 9 утра. Сегодня у нас последний день было 24 в Санкт-Петербург. Ночью будет 14. И все, завтра температура днем уже больше не поднимется. Написано 14. Потом 11, 10, 8. Кошмар просто. Вот. Вот такое у нас небо. Все, 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 небо такое серое. Ну а нам из сегодняшних дел остается только достать наш спонбонд. Отрезать куски вот этим. Накрыть салат. Салат сегодня я домой тоже отрежу. Отрежу немножко салата домой. А все, конечно, все сразу нам не съесть. Видите, ветер какой, картофель. Прямо холодно. У меня аж мурашки на ногах. Значит, и накроем. Вот это накроем. Дуги чуть-чуть нужно еще посильнее туда вставить. И накроем гладиолусы. И, кстати, хотела показать дорожка наша из поддонов. Увеличилась на два поддона. Пока у нас так вот. Ну вот в идеале, наверное, еще штуки три где-то взять. Соединить эти поддоны. И пока так. У нас пока лишних денег нет, чтобы песок заказать. Песок у нас, я говорила, где-то от 11 до 12 тысяч. Заказать стоит. Ну вот пока так. Вот эти два еще положили. Вот компоста. Ну пока так. В дождливую погоду. Ну если будет грязно, мы вообще будем постоянно здесь. Даже если прохладно. Мы прям целенаправленно купили участок, домик сделали, чтобы именно в свободное время отдыхать, проводить. Смотрите, какая красота. Хоть бы выросли. Но непонятно. Досыпали мы всю траву в наш компостный ящик обновленный. И хотим сейчас еще раз, вот это мечта червяка, ускоритель компостирования. Приготовить вот этот раствор. И побольше хотим, чтобы оно там прям... Мы увидели, что там гусеницы, такие толстенькие. В общем, там процесс идет. Налили мы ведро. Ну, наверное, ведра четыре сейчас вылим. В прошлый раз мы там прям вымеряли. А в этот раз вот прям на глаз вот так. Ну, примерно вот столько нужно. Размешаем. Размешивается хорошо. И прольем. Так, это у нас третья. Так, четвертое ведро. Четыре решили, последнее. Ну, все, будем следить. Вот у нас так, в полуоткрытом виде доступ хороший. Следить можно. И накроем мы пленкой. В общем, вот так пока накрыли. У нас вот огромный этот рулон. Ну, накрыли и накрыли. Нам главное от ветра, от дождей. Так как мы пролили, чтобы там процесс пошел. Я решила полить. Будет он дождь, не будет. Двадцать процентов, вероятность, завтра. Но похолодание. Потому что мы будем сейчас с понбондом накрывать геотекстиль. У нас вот этот, да, геотекстиль. Черный. Сорвала салат сейчас себе. Немножко домой. У меня прям плантация этого салата. Смотрю, тут дырочки появились. По-моему, тут улитки начали орудовать. Ой, а где дырочки есть? Еще вот это полью сейчас. Хоть торгуй. Садись. Хоть торгуй на рынке. Такое количество салата. Все. Ничего больше не буду поливать. Только зелень свою полила. И гладиолусы. Все, что мы сейчас накроем. На всякий случай накроем с понбондом. С понбондом, геотекстиль. Вот еще гладиолусы полила. Хотела кузнечика показать. Каждый день он тут. То на одной веточке. А то на другой. Вот он. Трещит. Как он так делает? Держится. Главное, ветер он держится. Он перевернулся. В другую сторону. Огромный такой. Каждый день он то на одной ветке, то на другой. Наверное, один и тот же. Смотрите, какой ветер. Он прям бедненький. Все равно сидит, держится. Держись давай. Лапками схватился он. За листочек задними. Глазки даже видно. Лиска вот так показывает. Лапками. Смотрите, как он держится на листьях до края. Не будем мы накрывать геотекстилем вот этим. Он у нас узкий. Смысл накрывать. Вот мы прикинули, приложили сверху. Мы его для дорожек покупали. Поэтому он по длине нормальный. А в ширину задувать же будет. Просто материал переведем. Тут нужно, чтобы он полностью. У нас есть. Мне не хотелось в этом году его использовать. Вот на салат я хотела в следующем году. Ну ладно. То есть будет так. Решили накрыть только гладиолус. Вот у нас ширина здесь, по-моему, 140, что ли. Второй кусок отрезаем. Вот хочу показать уже. Часть накрыли. Вот гладиолусы хочется спасти. Ну вот так мы накрыли. Как получилось. Нету этих зажимов сегодня. Хочется спасти. Не знаю, вырастут, не вырастут. Маленькие такие еще. Ну может быть. Вот такой у нас сегодня обзор получился. Вроде как много и дел сегодня сделали. У нас в основном такая подготовка. Ну к осени уже неожиданно осень так наступает. Погода меняется. Уже вот прохладно. Мы уже кофты достали, надели. Тепла вроде как уже не будет. Ну если будет хорошо, но пока прогноз плохой. Дожди и холодно резко. Все у нас тут прижилось, все в порядке. Мы сейчас вот вынем дуги, уберем, так как нечем нам накрыть. Либо портить материал, который мы купили для дорожек, либо везти. Тоже вот не хочется, который в комплекте был. В общем, нам нужно быстрее все это съесть, весь этот салат и укроп. Вот так у нас получилась такая красота. Ну а я еще хотела показать, что прошла по всему участку. У нас 10 соток, кто не в курсе по названию канала. 10 соток. И вот вдоль забора я всю траву брала. Прям руки просовывала, чтобы она к нам не пролезала. Вот прям везде проходила. Но вот немножко там еще я не прошла. А знаете, почему не прошла? У нас вот эта задняя стенка, там залита лента. Сосед заливал по задней стенке. А все остальное у нас просто. Столбики поставлены. И у нас отверстия. Значит, что мы хотим сделать? Вчера приходила кошка. И мы ее покормили. Вот два пакетика мы ей купили. А сегодня пришли. Мы вчера уехали, а она тут еще ходила. Она так как-то вот, то ли мы ей понравились. В общем, она тут поела. А пришли с утра, кошки нет. Но мы хотели, чтобы она ушла, не привыкала. Это чья-то кошка. Просто бегает тут, наверное, некормленная. И мы пришли с утра сегодня, приехали. А у нас по домам куча. Она то есть поела и покакала сходила. По-большому сходила. Мы это убрали. Ну, чтобы больше такого не было. Значит, хотим купить сетку. В Петровиче, посмотрели, есть сетка. Ну, по типу, как вот в светофоре продавалась такая зеленая. Там она 20 метров на метр. Ее можно разрезать. Нам где-то 20-25 сантиметров нужно. Ну, около 20. То есть ее будет здесь много. И мы вот здесь по боковым стенкам и особенно по фасадной, где фасад у нас особенно такие щели, чтобы к нам не ходили. Сетку хотим прикрепить вот на стяжках. Будем ее раскручивать. И вот к этим столбикам вертикальным внизу стяжками растянем и прикопаем. В общем, чтобы к нам тут не ходили. У нас и так тут хватает живности кроты, мыши. Смотрю, тут какие-то лунки. Всякие вот такие отверстия. Вот, пожалуйста, кроты тут накопали. А тут где-то я, ну, если увижу, покажу. Такое отверстие большое. Там кто-то живет. Сейчас найду. Ну, вот, например, если заглянуть прям на рад чья-то. То ли кроты, то ли мыши. Ну, а на сегодня свой обзор я заканчиваю. Спасибо, что посмотрели. Будем следить, как у нас горчица будет расти. Я ее присыпала. С завтрашнего дня, вот, надеюсь, дожди будут. Здесь вот мы скважину так красиво заделали. Газон нас радует. Я вчера подсыпала все вот эти пробелы. Просыпала, но он медленно растет и, возможно, только вырастет следующей весной, к лету, да. Потому что погода поменялась, холодно. Зато он пропитается. Все, заканчиваем. Сегодня птички прилетали. Опять они у нас в нашей кормушечке. У нас одна маленькая, одна большая. То ли не видят, то ли, не знаю, то ли не голодные. В общем, зимой, значит, захотят, поедят. Всего доброго, до свидания.